Welcome, welcome. Игра номер 2. Прямо у вас на экране. Соточка против команды Team Liquid. Соточка решила остаться. Право выбора стороны было у них. Первую сторону выбирала команда Team Liquid, вторую соточка, третью Team Liquid, четвертую соточка. Ну и, соответственно, пятую сторону тоже будет выбирать команда Team Liquid, если так далеко дело в этом Best of 5 зайдет. Соточка выбрала снова себе синюю сторону. И в этот раз они выбирают Raykana Zayu Botlane, потому что Team Liquid убрали киндредку. В прошлом стадии банов-пиков они играли райс-киндредка-варус-баны, оставив открытыми Raykana, но убрав киндредку, у соточки было все подготовлено. Даже не удивлюсь, что предыдущий пик, ребят, был командой соточки интуитивно собранный, а вот это была их основа игровая, потому что очень быстро они сразу же забрали Самдею Гнара. Когда Гнар как жесткий контрпик к импакту может здесь сработать, но вот в предыдущей игре имел Самдею преимущество просто сам по себе чемпион, Гангпланк имеет больше потенциал и в тимфайте, и на линии против Орна, то вот здесь вот Гнару в тимфайтах будет послабее, чем Гангпланк. Но он будет его спритпушить, пытаться, по крайней мере, и давить в начале игры. Посмотрим, как это все аукнется. Импакт, конечно, вынужден будет играть с Граспом. Темликеды вперед! Возможно! Маль Захара сами соточку убирает другой совершенно сетап, потому что у них есть гиперлейт гейма Декери, который усилен Рейканом. У них есть Гнар как второй спритпушер на всякий случай. Скорее всего, это будет 3-1-1 сетап от соточки, где они попытаются подобие райза себе выбить на мид, и пока они не знают мидера оппонентов, постараются забрать именно контрпик. Но, учитывая, что Темликеды могут оставить контрпик топ-лейнера, они уже взяли, значит, контрпик мидера надо сохранять. Нельзя сейчас его забирать, если там нет какой-то борьбы пика. Ну, борьба только если Ариана. Но Ариана по Болтер не играет, а вот Рю может ее отбегать. Посмотрим. Я думаю, на самом деле, сейчас Темликеды забирают себе джанглер, показывают, кем они будут играть. Учитывая их сетап, это что-то по типу Олафа Грагаса должен быть. Олаф не забанен же? Олаф не забанен. Олаф лучше зайдет, чем Грагас. Грагас все же раскидывает от ульты Гангпланка, от ульты Джина. А вот Олаф, он просто забегал бы, замедлял, и ты особо далеко убежать не можешь. Плюс Олаф очень хорош против Райкана, потому что своей ультой может остановить чарм, который тот накидывает. А Грагас может вообще без тимфайта остаться. А, слушайте, про этого чемпиона я даже забыл, который дарит мидгейм через Ассасин Прок. Это, конечно же, Лебланка. Про нее я забыл. Лебланка Зоя. Такие варианты тоже здесь вполне реально использовать. Мне не нравилось Лебланка Зоя. Сейчас объясню, почему. Изначально, и поэтому я как забыл их. Потому что там Джин и Тамкенч. Это чемпионы, которых сложновато за этих чемпионов убивать. Тамкенч может проглатывать и спасать себя при помощи Ешки. А Джин, он просто очень дальнобойный Адекерри. Хотя и не мобильный, но под Изантиолихом на Тамкенч он, конечно, тоже защищен. Лесная Поппи. А зачем вам Поппи? Вот это интересно. По мне, против Грагаса. Ну ладно, вы забанили сами Сиджуани. Они забанили вам Трандла. Все еще можно было мидгеймового Лесина сыграть. Анда умеет на нем бегать. Все еще можно было бегать так же само Ноктюрно. Там можно еще нафантазировать всяких Джаксов. Но вот они Поппи взяли, который особо ничего здесь добиться не сможет в этом тимфайте. Им нужен был еще один Харси Цэй чемпион, который вместе с Райканом будет влетать. Либо это Харси Цэй, либо это именно влетать. Одно из двух. Но можно вообще комбинацию. Но они ни то, ни другое не взяли. Взяли просто Поппи как контрпик Грагасу. Мол, останавливать его врыв. Не совсем понимаю, как они будут сдерживать 3-1-1 натиск оппонентов. Тот же самый Олаф, кстати. Вот соточки тоже подходил. Олаф все еще был открыт, что обе команды его забыли. О Поппи не Харси Цэй. Поппи может сделать Харси Цэй, только если стенка будет где-то рядом. А ее ульта, она просто выкидывает игроков. Само подкидывание. Ты даже нанести урон не можешь во время ее подкидывания. В отличие от других подкидываний, кто не знает. Человек становится неуязвим в этот момент. Он просто подлетает вверх и приземляется. Олаф в бане? Мне говорят, там Олаф в бане. Как это в бане? Я же его не видел в бане. Значит, я не туда смотрел. Ну, значит, Олафа нельзя было взять ни одной из команд. Тогда ладно. Я чуть не заметил, как он в бан попал. Но давайте сейчас будем подводить итог происходящего. Лебланка на меде. Хороший медгейм. Но попал она в неудачный матчап. У Гнара все хорошо. Вот, кстати, я нашел смысл-то от Поппи. Наконец-то я понял, для чего он взят. Она взята. Это чтобы помогать Гнару. У них хорошая синергия. У Гнара плюс Поппи. Два стана об стенку. Легкий тавердайв по гангпланку. Потому что оба могут танковать. И вот это вот стезио они будут использовать по максимуму. Если тем ликвиды не смогут раздавить ботлейн. Они любят побеждать как раз ботлейн командой оппонентов. Они любят так отыгрывать. То у соточки все зашибись. Мидгейм они смогут продержаться. Который чуть-чуть не за ними. Из-за как раз гангпланка ульты. Из-за там кенча летающей по карте. И проглатывающей игроков. Из-за джина дэмэджа в этой стадии игры. И, конечно же, синдры. Если соточка продержится в эту стадию. То в лейте они сильнее. Тут вообще без шансов. Мне кажется, для лейта команды тем ликвид. Очень плохой сетап для тимфайта. Потому что гангпланк вообще никак не сочетается. Ни с синдрой, ни с грагасом. Грагас всех выкидывает. Синдра дает ульту по одной точной цели. Нужен тогда больше цц эффекта. То есть какой-нибудь чагат на топе. Усилил бы наоборот команду тем ликвид в лейте. Они просто себе урон добавили. Но при этом танковости не добавили. Там Зая с Райканом просто вдвоем всю команду тем ликвид разберут за пару автоатак. То есть лейт я бы отдал за команды соточкой где-то с 60 на 40. Мид гейм за тем ликвидами. Те же 60, даже, наверное, 65 на 35. Ленинг фаза. Так, тут преимущество на топе. Равенство в лесу. Небольшое преимущество на миде. Нас за тем ликвидами отдам. Где-то 60. То есть 40 на 60 начало игры. 35 на 65. За тем ликвидами продолжение игры. И потом игра начинает резко ускальзывать из рук команды тем ликвидов. А вы знаете, что вообще сама команда соточка сама по себе очень сильно играет в лейтгейме. То есть еще исполнение таких чемпионов так вообще может не подкачать. Любопытно то, что мы никогда не видели Рикару. То есть сложно оценивать его игру на Зая с Рэйканом. Сам вот Коди Сан, он не играет с Заю. И по-моему, Афраму за весь чемпионат 2 или 3 раза всего лишь сыграл Рэйкана. Монетку надо поднять. Конечно, надо поднять. Нельзя монетку упускать. 25 золотишка как-никак на первом стаке. Рю тут нас. Электрокьют прокнул, но по Белтер отошел. Получил немножко урона от Крипов, но сам тоже в ответ дал урон по Рю. Рю получил второй левел одновременно с по Белтером. Ой, стан-то потрачен был. Но там не прыгать в Крипов не будет. Ульт Поппи переделали, ты теперь можешь дамажить цель, а в Юльте... А-а-а, Даймант моих подсказывает. А когда это произошло? Ну, наверняка это давно произошло, потому что я започнулся в Мироте. Последнее время-то более плотненько слежу. Прошу прощения, я был уверен, что она осталась такая же, как была тогда. Типа то, что ульта Поппи наносит сама по себе урона, а подкидывание, которое она дает резко по врагу, оно делает его неуязвимым. И твой урон никакого урона не будет наносить, соответственно. А где Коди Сан? На Коди Сан разогревается-то. Коди Сан сейчас в душе, принимает душ. Ему делают массаж ступни. Левый. А левый у него болит сегодня. Да нет, на самом деле его просто сегодня в замену оставили. На соточка решила удивить команду Team Liquid. И пока это удивление прокатывает на ура, потому что Дабл Лифт проиграл первую игру. Причем именно он проиграл. Если ленинг-фазу он закончил с плюсом по фарму и с плюсом по чемпиону, то есть его чемпион был сильнее, то в мидгейме его просто уничтожили два раза в важных темфайтах. И этого хватило соточки, чтобы набрать преимущество в 8000 и засноболить весь матч. Что за бред тебе написали? Нельзя дамажить в ульту Поппи. Ну вот все, спорте. Файт устраивайте друг с другом. Когда разберетесь, мне расскажете. У Каи набрали интервью тренера команды Team Liquid. Он сказал, что в первой игре они слишком много ошибок в мидгейме насовершали и начали терять контроль в том матче. И, конечно же, из-за этого проиграли. В этой игре они забрали все комфортные пики команды соточки. Имеется в виду, видимо, Грагас, имеется в виду Ганг Планк, Дабл Лив взял себе Джина. Забрали комфортные пики команды соточки. И он уверен, что сейчас они просто сыграют аккуратненько и выиграют этот матч без шансов для соточки. Но посмотрим, как они его выиграют без шансов. Пока я не вижу Грагаса в игре, как и в предыдущем партии. На Сиджуане Икс Митти пока выключен. Причем непонятно, это Анда его выключил, либо он сам себя. Скорее, я отнесусь сам себя. Кэн слишком много болтает для тренера, слишком мало делает. Ну да, в этой игре, конечно, в Лиге Легенд тренера довольно, мне кажется, больше имеют власти на результат. Влияние, не власти, а больше влияние оказывают на результат, нежели взять ту же самую дисциплину Дота. Я не говорю, что там пики ничего не решают. Нет, они там тоже очень много чего решают, но просто здесь тебе надо и замотивировать игроков, потому что любая одна мелкая ошибка, вот та вот дабллифт смерть от Мальзахара на миде, и все, совершенно по-другому игра бы шла. Всем ликвиды бы дожили спокойно до лайтгейма и уничтожили бы соточку. Но дабллифту надо было объяснить, что ты должен пассивно отыграть. Да, ты выиграешь линию плюс 15 фарма, у тебя будет 2 убийства, но ты должен дальше не дергаться, сидеть, ждать. Никаких драконов, например, вот в конце, когда они забрали Афрамунии. Надо никаких драконов. Аккуратненько отходим, отпушиваем линии. Это все тренер, вас должен натренировать. И помимо этого еще баны пики, конечно же, в открытую проводятся. Причем не забывайте, что времени гораздо меньше в Лиге Легенд на баны пики дается, нежели в Доте. На Интернешнале, например, на каждый пик давалось по минуте. Кто-то скажет, ну у нас же тоже примерно минута. Нет, у нас 25 секунд, если что. И 25 секунд на реагирование. Это на баны и на пики, а там и на баны, и на пики по минуте. То есть теоретически у каждой команды получается 5 пиков, 5 банов, 10 минут времени. В Лиге Легенд по 25 секунд, ну вот считайте сами. И при этом тебе еще руны надо правильно выбрать. То есть, не знаю, там в Доте есть какое-нибудь подобие. Ну, там есть подобие рун, но его ты во время игры можешь решить. А здесь именно перед игрой тебе надо уже определиться, какие руны ты берешь, как ты линию собираешься отыгрывать и так далее. Там еще есть запасное, есть время на всю команду. Да, там еще 3 минуты запасных, но я говорю просто про открытое время, которое идет в обратном отчете. Это минуты и запасное. А здесь гораздо больше чемпионов и при этом всего по 25 секунд удачи. Поэтому тренер должен сразу ориентироваться. Он увидел бан какого-то чемпиона, он сразу должен весь сетап выстроить у себя в голове, что происходит. Ну вот Эксмитти забирает дракона. Он, конечно, много времени проводит у темликодов на боте, теряет при этом фарм. Соточка как раз собирается играть через топ, но пока топ они не поддайвливали. Просто подпушили его, плюс 15 фарма сделал сам Дэй. Ну это и все, чем он может пока похвастаться. Анда расстроился, забрал красный баф у Грагас и стреколился. Прыжокчиков, раму дают подкидывание по двум игрокам, ну и прыжок назад, да, не проблема. Так, Рейкан вроде выглядит опасно и действия проводит, но риоты хорошо так механику это продумали. Особенно с Зайей это классно работает, когда вы берете комбинацию Рейкан плюс Зая чемпионов. Рейкан может сделать прыжок во врага, и даже если он останется там за километр от Зая, все равно может к ней вернуться назад с прыжка. Кто-то почитал, говорят, примерно 4 минуты выходит на пике в Лиге Легенд. Ну да, но еще минута в конце, она есть. У всех минуты это чисто на руны. То есть когда все за лакене на чемпиона, еще минута обратного отсчета идет, так что 5 минут. То есть там 10 минут, здесь 5 минут. Вот давайте так. Только опять же, у нас руны, у нас больше чемпионов. Сетапов, правда, наверное, меньше метовых сетапов, нежели в Доте. Это я не буду ничего тут вас обманывать. Действительно, на чемпионате Интернешнале, то есть чемпионат мира по факту, по Доте Интернешнл, которым мы там парочку игр с вами покомментировали, сказали, что было сыграно 95% чемпионов. Причем некоторые из них без какого-либо отрыва игрались. Ну то есть там по 30 раз их просто сыграли, каждая команда вот себе какой-то сетап решала дорабатывать. А у нас сетапы, они вот метовые, и на чемпионате мира будет сыграно 40-50 чемпионов, как это обычно бывает. За весь сезон мета меняется постоянно. Но вот именно за дно какое-то соревнование, мы практически с вами видим там 30-40 чемпионов одних и тех же. В Доте нет сетапов. Почему нет? Есть, конечно же, что за глупости. Мы даже с вами уже приноровились, когда комментировали эти матчи, даже разобрались. У них там тоже есть свой своеобразный 3-1-1, 4-1. Он со своей, конечно, изюминкой, но кушать можно. Как бы в Доте на Инте почти у 50% команд пикал всегда тренер. Ну да, да, все верно. Там тоже тренера есть. Вы не думайте, что там без тренера все дела обходится. У нас в Лиге Легенд тоже есть команды, которые вроде тренер есть, а тебе указывает этому тренеру его, наверное, так сказать, не ставит ни во что команда, и они сами пикуют себе чемпионов, сами говорят, что хотят, а он только поддакивает. Но это неправильный, по мне, подход. Все же... Если, ну, начинают уже игроки говорить, чем он сыграет лучше, тут возникает вопрос у тренера, как ты так довел до такой ситуации. Не в смысле того, что они тебя не уважают, а в смысле того, как ты довел до такой ситуации, что ты сам не догадываешься, чем он сыграет лучше. А он тебе подсказывает, чем он сыграет лучше. Это твоя работа. Ты должен знать, чем он сыграет лучше без него. Это значит, ты не знаком со своей собственной командой, что тебе игрок говорит, я лучше на Алистаре буду бегать, чем на Браун. И ты такой, а-а-а, и вправду? Ну ладно. Ладно, извините, тут у нас просто 0-0. Пассивно играть идет от команды соточки. Они пытаются сдержать натиск команды Team Liquid в лейнинг-фазе. Я рассказывал, что лейнинг-фаза будет за Team Liquid'ами. И у них это получилось. Ботлайн, конечно, проиграл очень сильно, но и топ в ответ потерял много фарма. Правда, потерянный фарм импакта, он отыгрывается бочками довольно быстро. И, кстати, первый ганг на топ. Сам Дэвис его увидел и тут же побежал. Потом подумал, можно еще побайтить. Потом вернулся, короче, не знаю, что делать. Ну вот, смотрите, золото. Отставание на боте 3, но не успели посмотреть. Там было 300 золота, дабл лиф там 350 даже лидирует. А импакт лидирует, проигрывает, прошу прощения, всего лишь на 180. Тренера появились после чемпионата мира 2016 года, когда неизвестная команда выиграла. Это в Доте, видимо, да? Потому что в Лиге Леген тренера появились 4-го сезона, если я правильно помню. А с 5-го сезона, ну, после окончания 5-го сезона, каждой команде официально разрешили брать в свой ростер тренера, который будет тоже на зарплате висеть. После 6-го сезона каждой команде разрешили брать еще аналитика. Двух аналитиков, кстати, кто не знает, которые тоже на зарплате висят. Минус ульта Райкана, by the way. Да, что там эта ульта? Откатится, куда она денется? Там ничего же не происходит. Когда что-нибудь серьезное произойдет, пока просто доминация идет на боте. Он уже второй, да, он уже, кстати, по-моему, второй раз оф раму нажимает ульту. Он просто делает врывчик, побегал, немножко отбегает назад. Ему так нравится защищать своего АДКерри, но при этом они там минус 30 фарм, и там снобл какой-то неприятный идет. Правда, по золоту по-прежнему идут в период. А, нет, уже не идут в период соточка. До этого еще было плюс 200 золота, но вот теперь уже нет этого преимущества. Видимо, как раз таки дофармил кто-то из игроков здесь крипов, и все выравнилось. Как законтрить Поппи? В смысле, это чемпион, один из немногих, которых контрить даже не надо. Она не имеет супер доминации ни на одной из линий, она зачастую берется как защита. То есть это как раз таки Поппи является контрпиком к большинству интересных чемпионов. А саму Поппи можно игнорировать. То есть она чем-то вот в этом смысле напоминает мне Чагата и Сиона. Разгромчик пытается тем ли как-то натворить на боте. Почему вот Рю пытается на Побелтера здесь все прыгать? Ведь проще было сделать смещение на топ-лайн, сломать вышку втроем на топе и быстрее забрать ФБ. Представляете, здесь ФБ не потому что... А, они успеют. Они успеют, все, все. Забираю слова свои назад. Они видели, что успеют. Нам просто так редко показывали топ. Его если показывают, то не было видно, сколько здоровья у вышки на самом деле. Вот теперь все понятно. ФБ забирает сам Дэй. Вторую вышку в этой игре забирает команда Team Liquid. Сравниваются. Но они еще себе второго Инфернала урвают. И, соответственно, тот лейт, который я отдавал соточке, уже не имеет значения. Помните, я говорил, там, копейки у них будет лейтгейм. Сила над командой Team Liquid. Там 60% я им давал. Но, считайте, они только что потеряли 7% от этого лейта. Там 7-8 где-то так. Мы с вами уже рассказывали. Статистику по Инферналам. Примерно получается, один Инфернал дает от 2,5% до 3% преимущества. Два Инфернала от 5% до 7% преимущества той команде, которая его забирает. Но, конечно, это все зависит. Чем больше у вас урона в команде, тем больше процентов вы зарабатываете. А урона у команды Team Liquid очень много в этой игре. Потому что они как раз без танков играют. Поэтому я им аж вообще все 8% готов дать. Смотрите, у них Gangplank играет Full AD, поэтому у него прирост урона плюс 16% уже идет. Gragos играет почти что Full AP. Не знаю, дальше пойдет он в AP или нет. Пока в AP. Синдра, Full AP. Джин, Full AD, еще криты. Там Кенч, вот единственный, который говорит, какой толк мне от этого дракона? И у ты! Дайте что-нибудь. Дайте мне урона, пожалуйста. Собери АД или Собери AP, ему говорят. Только прирост идет от того, что у тебя есть. А у тебя ни черта нет, поэтому бесполезно ему. Табилити Пауэра у него не единого показателя, поэтому прироста нет. Вот и выходит, что команда Team Liquid, им как раз все 8% усиления идет от этого дракона. Как сделаю Тринити. Ну да. Там Кенч просит Оушена. Ну да, ему для регенерации Оушен хорошо зайдет. Я думаю, ему еще и Клауд классно заходит, Дрейк. Потому что скорость передвижения для него в Team Fight тоже довольно важная. Остались ли шансы у соточки? Да, остались. Ну, все еще 52%. Если мы будем оперировать моими числами, которые я придумал, будем их как факт взять, то 60% у них был в лейтгейме, осталось 52%. Но если они еще одного дракона отдадут, Оушен полтора процента дает преимущество той команде, которая его забирает. У нас будет уже равный лейт. То есть уже, считайте, все, скиллбейс игра началась. То, что был лучше сетапу соточки в лейте, уже никакого значения не имеет. Но можно исправить эту ситуацию, если забрать Оушена себе и урвать, например, забирает Оушен, и выпадает еще один Инфернал. И они себе его забирают. Я про соточку. Сегодня, например, команда Гамбит играла первую игру, отдали двух Инферналов, и все, что у них было чемпионами набрано, все их преимущество просто пропало. В никуда. Как играть против двух Инферналов и Оушена, непонятно. Вот они просто стояли, смотрели, как Dragon Army их уничтожает. Интересная математика. Ну, такая. Поверхностная, но угадывается, угадывается часто. Почему Акали уходит в первые баны частенько, она все еще не сбалансирована? Из-за ее тени. Ну, я думаю, это связано с тем, что в Сулуко она слабая. Скажу прямо. В Сулуко ей никто играть толком не умеет. А если те люди, которые умеют играть, они ее берут именно в специальные матчапы. Хотя, надо отметить, что есть TF Blade. Мы вчера его статистику смотрели. У нее 75% винрейт на Акали. Это не 4 игры. То есть там 3 победы, 1 поражение. У нее там 70 игр и 75% винрейт на ней. TF Blade является топ-10 американского ладера. И у него сейчас лучшая статистика по Акали в мире. Интересно другое. Про то, что он ее забирает, видимо, всегда, когда она открыта. Почему вот в Америке это так работает? Потому что если посмотреть европейских Акали, они там еле-еле за 55% зашли, которые в антрике. А-а-а, Рю, беги! 3-1-1 запустила команда соточка. Рю пытается упрыгнуть. Хорошую цепь сажает по Балтеру, но по Балтеру все это дело прочитал. Тут же флешнулся наперед, прилетает сам Дэйта. Килл в килл будет, но тут дальше что будет? Произойдет эксметику, отменяет рекол. Ой, извините, прыжок через стеночку прыгает. У нас Райкан цепляется за двух игроков. Импакт не дает пока ульту. И это просто килл в килл. Но с плюсом для соточки, мне кажется. Опять же, вышли 2 в 1 на них. Поймали Леблан. Ой, ну... Это... Это вамбузил, я бы сказал, а не Бабубу. Да, конечно, Фраму сейчас концовочку сыграл. Так себе, знаете, обычно бывает там хэппи-энд, а здесь никакого хэппи-энда, просто иди домой. Куда он шел? Что он там хотел посмотреть в этом кусте? Спокойно, возвращайся на мид вместе со своим игроком Назай. У вас есть вард снизу. Зачем тебе агрессивный вард ставить в чужой лес? Он решил пойти поглядеть, что там еще можно расставить. И его легко просто поймали и убили. Фейсчекнул Райкан, да? Причем в этом не было никакой логики. Смотрите, ну... Как действует команда Темрикайт? Ол-ин здесь идет в эксмите. Идти к смите останется в жек, потому что его Олих проглотит. А Фраму дает ульту, задевая двух игроков. И команда Темрикайт пойдет в Трайбуш. Куда после Трайбуша они пойдут? На рекол, что ли? Ну ты дурачок. Конечно же они пойдут сюда. И причем он поздно это сделал. Сразу надо было идти ставить этот вард. А он пошел, ударил автоатаку, и еще Райкан у него уже убежал. Ой, извините, Зайя у него убежал, на котором он бы мог прыгнуть. Ну иди просто к Зайе и все, пушьте мид. Ну в итоге они мид сломали, пока мы смотрели с вами повтор. Но очень важный сейчас будет дракон, потому что Оушен Дрэйк хоть и не дает никаких бафов, но он дает просто число. Команде Темрикайт их будет три уже дракона для Элдер Дрэйка, например, преимущество. И дает неплохую регенерацию саму по себе. Для постоянной остановки вот этих 3-1-1 сплитпушей. Но в Тимфайте, конечно, бесполезно. Там Грагас не застанился, Гоу Ремейк. А он потому что пузом своим. Кто не заметил, Грагас дал пузо. Пузо отменило Поппи Ешку, но при этом пузо не смогло проскочить, потому что попало по чемпиону. Не смогло проскочить через стенку. Я вам уже много раз рассказывал. Пузо Грагаса побеждает всегда. Нет ни одного заклинания в игре, которое победит Пузо Грагаса. Ну, кроме Unstoppable Force, там, ульта Вай и ульта... А дракон? Просто ушел дракону. А Фраму делает инициацию, пропадает сразу с карты. Какой-то тильт от соточки идет. Они потеряли дракона и говорят, в атаку! Нет, Афраму, не надо такие коллсы делать. Это только что ты подарил два игрока еще, помимо дракона. Возможно, было немножко другой коллс. Блин, они Дрейка забрали. Давайте еще что-нибудь дадим им. Ну, и еще и сам дадим сейчас поймать. Не, у него прыжочек есть. Он уходит через стеночку. По Болтеру ему будет пытаться прописать стан. Но, да, тут его не убьют. Далеко остальные игроки. Ешка Квине может остановить. Мы рассказывали с вами это вчера. Ты где-то был, видимо. Сильвер Джейзус не останавливает. Ешка Квине тоже. Там есть два каста у Ешки Квине. Ешка Квине работает по-другому, как некоторые другие социэффекты. У нее есть два заклинания. Первая часть — это она прыгает на тебя. Вторая часть этого заклинания — это она тебя откидывает. И, соответственно, если ты дашь прыжок во врага в начало его Ешки, просто прыжок во врага, ты прыгнешь в него. Но ты его не остановишь, Ешку. А сам сможешь отскочить. А вот именно если одновременно все это произойдет, тебя пузо опять победит. Так что там пауза у нас. Вейн остановит. Ну, у Вейн нет прыжка. У нее есть Кандем, это другое совершенно заклинание. Это как Стан Синдра, и Стан Синдра тоже останавливает. Это другого типа заклинания. Мы-то имеем в виду рывки чемпионов. То есть W, Алистара и вот такие вот штучки. Мы их обсуждаем. Заклинание издалека откидывания. Там и Дрейвен его откидывает топором, и Вейн Кандемом, и, конечно же, Синдра Станом своим. Кто у нас там еще дальнобойные станы такие бросает? Вэшка Поппи, да, Вэшка Поппи тоже его останавливает. Пузо не способно пробиться. Камила будет остановлена Грагасом, кстати говоря. Камила, она типа, получается, прыгает от стенки тебя в Стан, но если Грагас даст в этот момент свою Ешку, он тебя подкинет, а ты его не застанешь. Да, ульта Тристаном выкидывает все, верно. Е-трэш, да, Е-трэша откидывает тоже пузо. Е-трэша недавно откидывала ульту Малфита. Приколите, это сколько существует трэш? Трэш существует, по-моему, с третьего сезона, да, если я не ошибаюсь, когда он появился. И никто этот баг не замечал до недавних пор. Где-то в июле, не, или это сейчас было, июнь, получается. Где-то в июне, вот три месяца назад, появился ролик в интернете, как Малфит давал ульту в какой-то там команде, там, Платина, не Европы, даже Америки. Малфит дает ульту и трэш его откидывает своей Ешкой. Это в интернете начало распространяться, и Риуты тут же исправили этот баг. Оказывается, этот баг просто существовал все это время, и мы с вами этого не знали, что Ешкой трэша можно отменить ульту Малфита. Больше этого нет. Так что больше вы не сможете этим попользоваться. Такое впечатление, что это был заговор трэшей, которые знали, что этот баг существует, а Малфит, они же тупые, они же скала. Они глупенькие, они вот интернетом пользоваться не умели, они как эти насквальная живопись, они думали, что так и должно быть. Типа Малфит дает ульту, и мы отменили ее, и все. Ульта же она отметится, это эффект пуза. Да, отметит. Но она как у этого, Тристанес работает ульта, просто откинет тебя. Да-да, пофиксили, больше такого нет. Но это, получается, был патч где-то 8... 8, 8, 8, 9, 8.8, 8.9, где-то так. Кто-то использовали мне это скидывание, я потому что не мог в это поверить, там парень мне говорит, ты что, Малфит-то ульта? Останавливается Ешкой трэша. Мы тогда матч какой-то комментировали, да такого не может быть скидывание ролик, докажи. И он мне скидывает ролик, я посмотрел, убедился, что такое было, думаю, что за ерунда. Смотрю дату, там дата написана, типа, 4 недели назад. Иду читать почноц, и вижу, там написано, что исправлен баг с Малфит-то ультой, где трэш своим, как это заклинание, флей называется. Е оф трэш флей, култ стап, Малфит ульт. У нас такая спокойненькая игра в этой парте, можем поговорить обо всем, чем хотим, но все это не на руку соточки идет, потому что они третьего дракона тоже упустили. Теперь уже лейтгейм, который номинально был за ними, уже они проигрывают. Ну, не сильно, но проигрывают неприятно, конечно, такое. И самая главная проблема их, это нулевая ЛБ. Не то, что Рю не умеет играть, а нулевая то, что она ничего не получила. По факту, если ваш Ассасин не развивается так же хорошо, как Танки, не развивается так же хорошо, как Эдекерри, Ассасин умерает в игре. Он дальше никакого урона не будет, никакого вреда приносить врагам. И так здесь и происходит. Рю сейчас у нас полтора предмета, у Джина уже два предмета. Джин просто сейчас соберет Хекс Дринкер или QSS и будет бессмертен против Рю. Но с другой стороны, когда Рю доберется до Морелки, доберется до Войт Става, у него появится снова Пауэр Спайк. Сейчас у него был Пауэр Спайк за счет своего собственного чемпиона, 14 уровень, заклинания главные замакшены, при этом есть Игнайт. Можно ходить и убивать. Но у него ничего не вышло. Теперь он будет ждать, пока соберет три предмета. И с Войт Ставом тот Магрес, который соберет там Дабл Лифт, тот Магрес, который уже собрал по Белтеру, он будет нивелировать. И вот там у него этот Пауэр Спайк попытается вытащить игру. Оля Хэзи славит, тут прожимает Клиц, тут же дает подкидывание Афрамо и уходит назад. Да. Что-то как-то Афрамо... Чувствуется, что Райкан у него не наигран. Не то, чтобы они там из-за того, что Бот проиграли, я хочу сказать. Это нет. Райкан, конечно же, проигрывает Тамкенчу. Это ни для кого не секрет. Он просто как-то слишком часто, он тратит все в никуда. Всегда было интересно, если Вай ультанет Малфит, а Малфит ультанет Вай, что произойдет? Я думаю, Малфит победит. Хотя хрен его знает. Это забавная, конечно, ситуация. Вай, вроде, неуязвима в полете, блин. Скиньте роликом. Скиньте неуязвимую Вай мою в полете, где меня ясно даже ультануть смог во время моего полета. Райдские баги. Надо было мне, кстати, это выкинуть где-нибудь тоже, какую-нибудь синапсису, пусть бы он это показал, потому что это реально был баг в игре. И я бы стал знаменитым. Вылетит баг сплата. Да, это как-то на ноль делить нельзя, если Малфит ультует и Вай ультует друг в друга. Никто не победит. Мы пройдем... Я знаю, что произойдет, ребята. Мы пройдем Лигу Легенд наконец-то. Так как ни разу это еще не происходило, никто еще не прошел Лигу Легенд. Не нашлось такого игрока. Малфит ультанет в Вай, Вай ультанет в Ноктерна, а Ноктерн ультанет в Малфита. Ноктерн здесь явно даже не камень, не ножницы и не бумага, а скорее... Чего он там? Он просто мусор. Кстати, дракона решила команда 100-ка выиграть. Видите, сейчас у нас было Арамовское стояние, я его так и назову. Это Арамовское стояние. В этом Арамовском стоянии Темликеты поняли, что из-за того, что у них нет вышки на медиа, они так и не смогут восстановить обзор на дракон, не бросили эту бяку и пошли просто забирать синий лес оппонентов и вышку на топе. Это абсолютно правильный, хороший, разумный. Какие там еще можно дифферамбы попеть команде Темликет. Ну, колл мне нравится. Ну и отдали Оушены, ерунда. Сличий дракон. Кстати, не повезло соточке будет. Клауд, почему не повезло? Потому что им-то нужен был Инфернал. Им нужно либо усугубить положение, пусть три будут у этих команды Темликет, какая разница, что три, что два, все равно все плохо. Либо они один отыгрывают, и тогда они все переворачивают в свою сторону. Мне реально интересно. Вай ультует Ноктюрн, а Ноктюрн в это время ультует Сиона, который побежал. Это есть ролик в интернете, можете посмотреть. Там даже есть более интересный ролик, где трэш хукает Сиона. Нет, подождите, как там было? Трэш хукает Ноктюрн, Ноктюрн ультует Сиона, который в этот момент ультует, а в этот момент Вай дает ульту в трэша. И там такой паровозик был. Они просто бежали. Это еще когда карта Доминион была, люди тестили эти приколы, создавали. Веселый моментик. Там реально паровозиком они пробежали больше половины карты. Ну, пока Сиона бежал, все бежали друг за другом. ЛП больше не накладывает пассивку на крипов. Да давно уже ее вернули назад, пассивку. Теперь у нее снова клон пассивка. Снова ульта, это двойные заклинания. Опа! А что ульту-то не нажал? Ну ладно, его проглотил Олих в итоге. Будем считать, что он просто потратил флэш на флэш Райкана. По-моему, не достал Побелтер своей ультой. Он хотел добить Афраму, который там уже готовился к покупке предметов в сером экране, но тут Побелтер не прожимает ручку. Это был такой своеобразный байт от него. И забирает вышку команда Team Liquid. Тем временем Гнар немножко потерялся на карте. Он понимает прекрасно, что если без него начнется сражение 4 на 4, Ганпланк даст ульту, и команда соточка проиграет любой тимфайт. Поэтому начал сбегать к тимфайту, провоцировая импакт на телепорт. Но мне кажется, лучше наоборот ему давить. Пусть команда там отдает вышку на миди, аккуратненько там отдает вижен на нашоре. Главное не потерять нашора. Ему надо пытаться давить. У него сейчас есть преимущество еще по предметам. У него уже три собранных предмета. Причем два из них жестко работают против Ганпланка. Это, конечно же, Frozen Mallet, который замедляет ГП и тут ничего сделать не может. И, конечно же, ниджетапки, чтобы урон в ответку не получить. Кстати, еще и Бутерк неплохо зайдет, потому что Стерак есть у ГП, ГП это дополнительное здоровье себе, Стакл через Грасп. Стерак сработает, а тут ты Бутерком его пробиваешь по процентам. Но когда доберется Ганпланк до своих других предметов, там вот он Death Dance хочет сделать, потом он соберет Infinity Age, там уже Ганнар ничего ему делать не сможет. Просто будет с ним фармиться и все. 2-4, скучная эта партия. Но я вам рассказывал, что соточка всегда практически играет скучно. Партия. Единственное сражение, которое навязывает соточка, это те сражения, которые организуют противники. Они так весь сплит играют, они знают, что делать в лейтгейме, но в этой партии, конечно, глупо получилось с драконами. Вполне реально, что эти драконы могли всю эту партию уже выиграть. И мы так и не увидим ни одного адекватного тимфайта. Может, какой-то один полу-тимфайт будет, там минус 3, минус 3 по каждой стороне. А потом темник это заберут на Шора, закончат матч. Такое вполне может быть. Нинжа тапки режет, он хит-эффект с таких предметов, как Витсент, допустим. Ну, нинжа тапки работают на любой урон, даже который дот-урон, если он считается автоатаками и, понятное дело, армор всегда есть. Плюс... Ну да, он должен, должен-то сработать. Я просто думаю, что там такого сверхъестественного может быть. Вообще, Гнар идет у нас с Guardian Angel. Смирился с Амдей, что не сможет пропушить Гангпланк. Видите, он купил себе Жоньку, и это означает, что он сейчас Гардинку соберет и будет в тимфайты идти. Но не знаю, как они там тимфайты будут проводить. У них Зая пока еще мертвая. Три предмета, этого недостаточно. Войди стаффа все еще нет у ЛБ. По сути, у него одного чемпиона нет, Паверспайк, а сейчас в команде. Суточки, кроме Самдея. Но Самдея, Паверспайк идет именно на бот-лейн. Ему сражаться... Ой, извините, на бот-лейн, потому что импакт сейчас на боте. Конечно же, на топера, с которым ему надо сражаться. Он против него готов. Он не готов тут Синдро убивать. Синдро просто по нему стамп пропишет. И минус Самдея. Видите, а он пришел сюда, говорит, у меня есть Жоня, давайте воевать. Я нажму, если что, ее. Решили зачистить. Ну, и импакты. Стандартная статистика с отставанием по фарму, вы видите. Минус 70 он отыграл Самдея. И кто не знает, лучшим игроком среди топперов этого сплита был признан. И это осталось... Даблгрифт был признан лучшим игроком среди Адекири. И это тоже осталось. Афрамо был признан лучшим саппортом среди саппортов, если я правильно помню, или Олих. Не, вроде Афрамо. И вот, что вчера пытался вспомнить, что сегодня, я не помню, кто из них. А Зайзал бы признан лучшим новичком сезона в Америке. Так что у нас здесь... Все, игра вроде должна через Самдея строиться у команды Соточки. Но очень тяжело строить игру через Самдея, когда он садится вот на таких чемпионов, как Поппи. Конечно, они молодцы, что забрали. Когда он играл на гаммпланке, все было у него зашибись. С неким лучшим косплейщиком. Косплей-конкурс, он к финалу скорее будет относиться. Если будет вообще косплей-конкурс в Америке, я чуть не помню такого у них. Это вот сегодня на финале ЛЦЛ был косплей-конкурс. Очень качественный, красивый. С точки зрения собранных образов. Были, конечно, небольшие фейлы, но это все копеечки. Но косплеи из Ру-сегмента всегда удивляли всех болельщиков из Европы и из Америки, насколько качественно наши девушки подходят к этому. Возможно, это связано с тем, насколько они красивы и просто сами по себе. А в Европе, вы знаете... Ну ладно, 2-4 счет. 2-300, а тут вот сейчас Риуты скажут. Сексизм на стриме! Если они будут писать, что сексизм на стриме... Опа! Поп-5, дурак! Ты что же сделал-то? Выиграл игру, походу, только что. Идет Поппи! В ол-ин и забирай... А что? Там дабл-стан, что ли, был? Что произошло дальше соточкой? Они пропали с карты все игроки. Там была, походу, дабл-бочка от импакта, и после этого сразу же дабл-стан от Побелтер по двум игрокам и сверху просто накрыл их этим синим бафом. И команда Team Liquid, проиграв, как мне казалось, Team Fight, резко его выиграла. Так, я хочу повтор. Пожалуйста, дайте повтор. Так, еще раз. Поппи выкидывает двух игроков за два экрана. После этого делает врыв. А, импакт тут же прожимает апельсинку, остается в живых. Они убивают Грагаса. Попадают все под Ешку. Джина замедляется. После этого попадает под станат. И синий бафом еще накрыл. Ну, тут Синдра просто в Соляндру этот Team Fight от Побелтера выиграла. Классно, классно было сыграть. Остальные игроки даже не успели подойти. То есть там Олих ничего не успел сделать. Икс Митти вообще умер. Дабл-дифт даже W не дал. Он Ешку заранее поставил. Ну, здесь скорее даже ошибся Рю, получается. Он не видел, куда стан кидает Побелтер. Впрыгнул, а станта давали не по нему. 70 фарма преимущества дабл-дифта плюс 4 асиста. Да, это прилично. Синий баф ударит сильнее моба под Синдрой. В смысле, сильнее моба. Ты его поднимаешь и бросаешь во врага. Там вроде какой-то идет скейл дополнительного урона. Нежели ты просто шарик кидаешь во врага. То есть шарик, допустим, там стопроцентный урон наносит. А если кидаешь крипа, то он будет наносить там 110, 120. Я уже не помню. Там цифры какие были. Кто-нибудь там Синдра Мэйн вам сейчас расскажет. Подкидывание здесь было от Поппер. Рутят у нас здесь. Олиха пытается добить. Нет, у Поболтера он очень долго сюда смещается. Гампланк дает ульту. Ну и приплыли, да. Конечно, соточка. Они ничего сделать не могут. У них есть сейчас тот самый Power Spire, про который я говорил. Но пользоваться им они не способны, потому что тупо нет урона. Слишком много урона у команды Team Liquid. У них их главные чемпионы, а именно Синдра и Джин, по предметам идут сейчас впереди от чемпионов соточки. И при этом у них еще усиление от двух драконов идет. А у соточки нет ни хрена. Они просто стоят, смотрят на это все. Ну вот и летит сюда. Сам Дэй на телепорте восстановил здоровье. Анда рядом. Анда, конечно, попытается играть смайт в войну. Дает ульту по нему. Его откидывает. Он прыгает и ничего не добивается. Добежать до Нашорпита не смог. Говорю, прыгает. Дает проказ по импакту. И снял ему только одну треть здоровья. Этого недостаточно. Залишали дракона. К сожалению. Ну почему, к сожалению, потому что, как я говорил, никаких сражений мы с вами не увидим из-за этого. Просто драконы слишком зарешали. У соточки нет сейчас возможности вытонкать весь урон команды тем ликвид. Просто не повезло. Были бы там сейчас три оушена, один клауд. Совершенно другая бы тем файт был. Подсказывает спектр, что не имеет значения. Синдра один и тот же урон будет наносить. Да? Ну ладно. Значит, это просто у Синдра тонна урона было. Я что-то думал, что там это больше. Вроде так запомнилось мне. Если Синдра кидает красный баф на врага, она его поджигает. Пассивка красного бафа и синий баф дает Синдре 1 КДР и 10 маны. Чего? Что за 1 КДР? И 10 маны. Какие-то странные цифры. Я в перерыве посмотрю, ребят, самое писание Синдры, которая подбирает синие и красные бафы. Попытка Афраму зацепить двух игроков. Двух-то зацепил. Только Эксмите рядом, дает дисенгейдж. Рутится здесь у нас Райкана. Умирает сразу же Зая. Просто в секунду ее расстреляли. GG в ЭП. Спасибо за драконов. Райт Геймса. Ну, сами виноваты, соточка. Надо было взять на мид, наверное, не ЛБ. Из вариантов, которые я предлагал, там были не только ЛБ, помните? Может, смогли бы тогда контролить лучше Дракон Питы. А вообще, надо было лучше играть против Ганг Планка. Они его ни разу не затовердайвили, просто его прогнали из-под вышки и убили эту вышку. А в итоге Ганг Планк у нас 3-0-2 заканчивает игру. С двумя киллами остался Самдэй. Ну и в чем прикол? То есть... Вы взяли Поппи, чтобы товердайвить? Я считаю, проблема здесь соточки была не только еще Дракона, а вот эта Поппи, которая ничего не делает весь матч. Как бы она что есть, что ее нет. С таким же успехом можно было любого чемпиона брать. А можно было взять крутого чемпиона, на котором Анда умеет играть. Это именно Лисина. Самдэй делает Олэйн. Станет двух игроков. Хороший стан от Анды. И подходит сюда у нас Зай. Зай тут же откидывает просто в наглую Грагас. И никто не умирает у Тимлика. Они вообще отказываются умирать в этой партии. Такое впечатление, что соточки не завезли урон в этой партии. Взяли бы Ариану на мид. Да, Ариану была бы, наверное, получше. Все же болт деливери с Поппи. И единственная проблема тогда бы была соточки, то что еще более слабый мидгейм был бы у них. Потому что Ариану в этой стадии послабее Синдеры. Но по факту, какая разница, если бы все равно в мидгейме отдавали Драконов. Зато сейчас было бы больше шансов, чем 60%, которые я давал, а было бы 65%. А эти драконы не так бы сильно повлияли бы тогда. Потому что Ариану больше урона, чем ЛБ наносит. Это очевидно. В темфайте, конечно же, имеется в виду. Почему на просцении не пикует Зеда? Да, я думаю, многие игроки уже перестали его сами по себе играть. И даже не наигрывают эти сетапы под Зеда. Сам по себе Зед много раз он получал и бафы, и нерфы. И так это не вернуло его в игру. Как он умер, по-моему, получается, это в четвертом сезоне. На просцении так больше туда и не появлялся. Рюс, вы видите, да? Все, что Рюс мог сделать, он прыгнул, банши снял. Круто, прикольно. Круто, прикольно, молодежно. Теперь он ждет, пока у него откатится снова заклинание, чтобы без ульты делать ол-ин. Почти пять тысяч заработала команда Team Liquid с этим нашором. А Фрамо делает врыв, Синдра его откидывает. Ой, какие фастфингеры, да. Быстрые пальчики по Белтеру легко справились с довольно толстым Рейканом. Шаловливый Рейкан хотел было зачармить Синдра, но быстрые пальчики по Белтеру все это дело остановили. Пошел вон, сказали ему. Ой, пошел вон, только что сказали там Кенчи. Только, как бы, ладно. Добивание идет команды соточки. Серия продолжается, ребят. Будет один-один. Счет. Самая быстрая рука на Диком Западе. Да, как выяснилось, ребят, быстрые руки именно у Побелтера, а не у Афрамо. Ну что ж, ну очень медленная игра, очень мало убийств, но контроль карты был полностью за командой Тем Ликвид. Они не отдали преимущество по объектам, именно вышку и на Шоров. Сами себе забирали драконов раз за разом и потом использовали это преимущество по максимуму. ЛБ выключено, Зая так и не добралась до шести предметов, про которые я говорил, что она будет очень сильная и сможет соло разобраться со всей командой Тем Ликвид. Так бы и произошло, только она, сколько у нее там, четыре предмета было в конце игры? И при этом Рейкан, который ни разу не сделал нормальную инициацию. Но он не виноват по поводу невозможности делать инициацию. Грагаса десенгейдж, Гангпланка ульта десенгейдж и при этом еще Синдра вот такие станы прописывает во время прыжка. Что ты тут можешь сделать? И верно играет, но просто не да, играет, но очень-очень-очень редко. Вчера, например, его играла команда Фанатик или Мисс Фит? Мисс Фит играли его. Ну а мы идем на перерыв, после перерыва будем смотреть продолжение. Теперь у нас уже серия стала Бест оф Три, а не Бест оф Пять, потому что две игры обе команды уже отбегали. Драфт adjustments following the loss in...